Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня мы будем подробно обозревать серию Мискини Фаберлик. Это новинки шестого каталога. Итак, давайте все тестировать. На самом деле, мне безумно интересен прям блюр-крем, потому что он такое неоднозначное ощущение произвел на руке, и мне так интересно, как он будет вести себя на лице. Поэтому поехали. Так, с чего мы с вами начинаем? Кто не видел распаковку заказа, ссылочка в конце видео будет, на экранчике прям. Мы начинаем с вами, аккуратно, малыш, мы начинаем с вами с сыворотки. Сыворотка, вот так она выглядит. Я уже вам говорила, что сыворотка для кожи вокруг глаз у нас отдельно, и сыворотка для лица. Они в таких флакониках, как глазные капли. И сыворотка для лица 30 мл, для кожи вокруг глаз 15 мл. Хорошо очистила лицо, специально не делала никакие маски, потому что мне вот прям хочется продукт именно потестировать. Кстати, на самих флакончиках нет артикула, поэтому, девчонки, либо распаковку смотрите, ну, увидите. Шестой каталог где же начнется, и увидите артикулы всем. Вот такая здесь пипеточка, действительно, как глазные капли. Давайте наносить. Сыворотки достаточно густые. О, колесико заскочило. Что для кожи вокруг глаз, что для лица, они не текут. То есть их удобно наносить. Вот нанесла капельку, она никуда не течет. Не надо там быстро все распределять. Наносить буду пока немножко, посмотрю, потому что у нас с вами еще дневной крем, еще и блю хочется потестировать. Катушка еле-еле уловимая такая вот, легенькая-легенькая, приятная. По поводу стойкости парфюма, который был в распаковке, ну, вот это мне вообще не понравилось. Потом, как-то по первым нотам, я еще немножко добавляю, потому что она впитывается моментально, мне кажется, что я прям мало. По поводу парфюма, да, кровник, который был вот этот красный, новый будет. Мне вообще не понравилось, действительно, там упорно чувствую лица. Прямо мне так это почему-то отторжение такое, не знаю. Поэтому берите кровники, тестируйте. По стойкости, стойкость нормальная. То есть, ну, 3-4 часа на коже точно. На одежде будет еще больше. Так, сыворотка моментально впитывается, несмотря на то, что она густая, липкости никакой не оставляет. Лицо гладенькое после нее. Знаете, такое бархатистое бы я даже сказала. Прям гладенькое-гладенькое. Очень быстро впитывается, и она густая, поэтому разносим прям быстро, иначе она впитается там, где лежит. Сыворотка для кожи вокруг глаз. Ну, так вот прям вроде хорошо. Ну, знаете, хорошо. Густенькая такая сыворотка, которой, в принципе, может быть достаточно на лето. И не надо никакого больше крема. Ну, Испев, конечно. Потому что я начинаю уже цвести. Вот мои пигментные пятна, постбеременные, они начинают потихоньку проявляться. Вот тут вот немножечко есть. У нас с 30-кой дневной крем с SPF. Это классно. Так, сыворотку для кожи вокруг глаз наносим. То же самое, такой же носик здесь абсолютно. Ничем не отличается. Мягкие такие флакончики. И круговыми движениями. Эта серия произведена в Китае. Сейчас вообще одушки не чувствую. То есть никакой яркой одушки здесь нет, если вы на это внимание обращаете. Круговыми движениями туда-сюда я обычно делаю. Вот так наносим. Ну, увлажняющий. Никакого жирного блеска, как вы видите, ни от сыворотки, ни от одной, ни от другой. Нет. То есть все очень нормально, все деликатно. Но хорошее увлажнение. Здесь вообще состав богатый. Там много натуральных компонентов. Есть гиалуронка, поэтому на лето смотрите. Здесь смотреть нужно, на каком она месте и так далее. Гиалуронки могут быть высыпания, как у нас с вами серия гиалуронка. Да, вот на жаркое время года. Вообще смотрите, наблюдайте всю серию. Ну, если что, до осени полежит. Так вот увлажненный, напитанный, но жирного блеска никакого нет. Так, дальше у нас с вами давайте крем вокруг глаз. У него очень интересный способ нанесения. Здесь уже есть артикул 1640. Здесь вот этот наконечник, он пластиковый, но к нему прилеплено, что ли, не знаю, вставлено. Такая мягкая пуховочка небольшая. В обзоре заказа ее хорошо видно. И мы наносим с вами. Выдавливается тяжело, практически все средства выдавливаются тяжело. Он средней плотности. Он не как водичка, он не тает моментально. Он прям вот средненький, хорошая такая плотность. Я такие кремы больше люблю, нежели вот как водичка. Мне очень нравился вот крем Варио для кожи вокруг глаз Фаберлик. Ощущения такие приятные, комфортные. Он еще не впитался, нет. Он такой прям вот питательный. Хороший, питательный, увлажняющий кремушек. Я думаю, он будет мелкий, мимический разглаживать. Мне кажется, вот что должен. А так, хорошее, хорошее увлажнение. Вот только начинает впитываться. Нечему не разглаживаться. У меня есть одна морщина на лбу. Я сейчас попробую тоже сюда нанести. Может запомниться. Но мне кажется, он должен. Вот по ощущениям должен разглаживать. Морщинку сейчас. Кремушек нанесу по хлопывающими движениями. Слушайте, разглаживает. Прямо почти как шприцы экспертовские. Слушайте. Заполняет. 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 Классно. Классно заполняет. Вообще здорово. Слушайте. Не могу сказать, что она исчезла. Я ее вижу в зеркале. Как вам ее показать? Не знаю. Вот так вот. Она есть. Но она заполнилась. Она стала более гладкой. Поэтому классно. Классно. Нравится. Так. Вот у нас с вами дневной крем. Они вот в таких вот плоских тюбиках. 1373 с SPF 30. На него еще блюда наносить. Ой, вообще. Ну и ночной крем с вами вечером протестируем тогда. Вот такие вот тюбики с очень маленькими дырочками. И тяжело. Достаточно выдавливается. Я буду немного. Хотя, знаете, многие говорят, что крем с SPF, его нужно брать чайную ложку. Представляете, втирать. Вот только тогда он будет работать. Так, кто у меня здесь три цивератки? Чайную ложку. Ну, я не представляю просто чайную ложку. Я заказала, конечно, не бюджетный совсем на рандеву крем с SPF. Дорогой. Матирующий. Матирующий. Потому что я до сих пор в поисках хорошего средства. Давайте пробовать. Это у меня уже тут что-то висит. Вот этот крем, конечно, он плотный. Пробуем, смотрим. То есть поначалу есть такая белесость, но она быстро пропадает. Не хватило. Защищаемся. У нас уже солнце прям каждый день. А SPF я еще не использую. Потому что те кремы, которыми я пользовалась в прошлом году, вот Фаберлик, белорусский крем у меня был. Они, конечно, работают, они неплохие, но носить их на лице просто нереально. Особенно в жару, если весной там еще ладно, куда не шло. Добавляем. Так, пока блеск есть. Я думаю, вы его видите тоже. То есть он есть. Мы будем надеяться на то, что он пропадет и все впитается. Крем SPF на лице должен поработать, полежать, а потом желательно через полчаса наносить макияж. Но когда бежишь на работу с утра, я не представляю, как это все делать. Но он проснулся, быстро нанес крем SPF, пошел завтракать, собираться и потом уже наносить там дальнейшие уходовые средства и макияж. Пока, в принципе, я думаю, что он относится к тем кремам, которые вот если выйдешь на жару и будешь чувствовать, как ты под ним потеешь. Вот пока по ощущению, у меня такое ощущение, что знаете, как вот у меня тяжелых каких-то кремов, Фаберлик, к счастью, таких нет, ну не считая серию со спаевателя лица, да. Когда жарко, и вот испарина над губой появляется, да, вот тут вот, когда крем на тебе такой вот плотный, который не пропускает, не позволяет коже дышать, да. Вот мне кажется, что здесь будет та же история, поэтому не знаю, как на лето, но для сухой кожи вообще будет класс, потому что смотрите, жирность почти прошла. Для сухой возрастной кожи вообще будет просто класс. Хочу еще сыворотку на губы нанести. Губы сохнут жутко. Вот. Все, в принципе, я его уже не ощущаю, что у меня на лице что-то есть, вот уже прям комфортненько, комфортненько и хорошо, классно. Вот смотрите сами. Сильного блеска никакого нет, но я вам еще вечером все обязательно расскажу, продублирую, как это все дело проносится. Пожалуй, мне кажется, минут 10 все-таки надо походить, а потом уже будем наносить блюр-крем, чтобы у нас с вами ничего не скатывалось, чтобы у нас с вами все было отлично, нормально, пусть кожа напитается этим уходом, и потом блюр-крем и макияж. Ну что, прошло 10 минут, все нормально, очень, знаете, на кожу комфортно, вот комфортно, она такая бархатистая, приятно ее трогать, как бы все отлично, все замечательно. Это, в принципе, вот имеет место быть, посмотрю в течение дня. Дальше у нас с вами блюр-крем, блюр, да, вот, блюр, их тут можно легко перепутать, но разные картинки на тюбиках были на упаковках. Артикул 1398. Девочка. Девочка, я тебе сейчас дамаю, да. Блюр-крем у нас с вами имеет оттенок, имейте в виду. На, девочку, на, девочку, держи. Он имеет такой оттенок, причем светлый, знаете, как светлый тональник, и на руке он западал в морщинки, и на руке была вот эта от него белесость. Да, не так, да, девочки, вот зайку тебе еще, на, на, зайку, держи. Ну, и посмотрим. Ой, мне кажется, вот этого прям много, мне кажется, вот этого прям много. Ну, вот эти вот все средства, в том числе и дневной крем, он, по сути, тоже как блюр. Вот есть такой эффект, знаете, бархатистости, что ли. Сейчас посмотрим, будет ли тон выравнивать, пройдет ли белесость, но я много нанесла. Я много нанесла. Вот этот блюр-крем, он, в принципе, самый жидкий из всей этой серии. Сейчас мы с вами все распределим. Сейчас вот видно, что он сильно выбеливает, да, причем я... А так, хочу сказать, что он действительно слегка выравнивает тон. Вот в этом его блюр и заключается, мне кажется. Хотя лицо вот тоже бархатистое, и оно стало более матовым, нежели были без этого крема. Ну, а разница небольшая, шеи видна. Но потихоньку, я смотрю, он подстраивается. То есть вот уже, в принципе, не так. Выравнивающий эффект есть. Все очень достойно, красиво. То есть какие-то покраснения у меня есть. Несмотря на то, что камера не передает, при ближайшем рассмотрении на крыльях носа. На крыльях носа они есть. Вот здесь вот немножко у меня бывает. То есть там покраснение при ближайшем рассмотрении. Сейчас я вижу, что, в принципе, тон достаточно ровный. Интересное очень средство. Вижу, что в складке верхнего века он скатался. Распределяем. Посмотрим, сейчас скатается. Здравствуйте. Второй раз или нет. Очень интересно. Взяла чуть-чуть попробовать на губах. То есть, чтобы вы видели, насколько этот эффект действительно выбеливающий. Губы к макияжу подготовить. Может быть, разгладить. Посмотрим. Вот видите, то есть эффект выбеливающий, он все-таки имеет место быть. Но уже, если сначала прям разница с шеей и декольте была сильная, сейчас уже, смотрите, вот 3-4-5 минут уже почти прошло, наверное, нету. То есть, все отлично. В принципе, нормально. Просто надо поменьше наносить. Видите, он такой вот жидковаткий. Жидковатый, растекается по лицу, хорошо распределяется. И переборщить с ним тоже можно, да? Вот подстрелился. Вот второй раз уже в складке века, второй раз уже не скатывается. Все, один раз разровняла, все нормально. Поэтому все отлично, все достойно. Вы знаете, пока вот нравится, как видите, жирного блеска после нанесения такого количества средств тоже нет. Хотя у меня летом кожа жирная, а так, в принципе, зимой нормальная. Потом к весне комбинированная. И летом уже блеск практически постоянно. Ну, когда жара, да? Выбеливающий эффект есть. Буду ходить целый день, посмотрю. И вечером уже, когда будем тестировать с вами ночной креп, я все подробненько расскажу и покажу, как проносилась. Вы знаете меня, я вам всегда показываю, как есть, как выглядит макияж в конце вечера. Тушь, которая ни при каких обстоятельствах не отпечатывалась. Никогда. Отпечаталась. Я вот к низу укладывала. Видите, какие финиши под глазами. На улице, причем такого не было. Вот дома. Капец. В общем-то, жирновато. Для меня жирновато. Для меня вот этого много. Тут надо, наверное, либо дневной крем с SPF, либо вот этот только блюр-крем. А так вот, видите, эта зона, она немножко поплескивает. С учетом того, что сегодня было очень холодно на улице. То есть, если сейчас потеплеет и будет больше 15 градусов, я думаю, блеск будет прям, ну, такой приличный на моей пока еще не жирной коже. Но, если сравнивать с кремом SPF Faberlico из серии Лето, да, вот из прошлых линейок, то этот крем гораздо легче. То есть, по сути, в принципе, на коже не ощущается практически. Ну, вот помимо того, что возникает блеск и отпечатывается тушь. По-хорошему, надо было припудрить. Но мы с вами проводим затест линейки в чистом виде, поэтому я никаких танцев с пудными никогда не устраиваю. На жару, на лето, нет, я думаю, нет, у меня не будет к нему тянуться рука. Вот сейчас еще пока не жарко, апрель-май, я надеюсь, я его-то использую, как бы все. На лето надо все-таки что-то другое, все-таки фаберлик тяжеловато. Еще знаете, что вот сегодня, днем, часа через 4, после того, как все нанесла, вылез один товарищ. Причем похож на подкожник. Не знаю, от этой серии, не от этой серии. Буду смотреть, буду дальше наблюдать. Такое у меня бывает, но крайне редко как бы вылезает что-то на лице. Что еще хочу сказать? Ну вот легкий блеск, а по поводу блесости, мне тоже не очень нравится на самом деле этот эффект. Я бы этот крем кому-нибудь задарила. Вот крем-блюр, который блюр, он блюр, он блюрит кожу, он ее разглаживает. Там прям силикон сплошный. Она прям гладкая, матовая, то есть он и на лето прекрасно подходит. А здесь вот крем-блюр, его основная функция вот в этом вот выбеливании. Я не очень люблю такие средства, на самом деле. Как бы китайский продукт, подкорейский закус, да, где любят они выбеливать лицо. У них прям эта фишка, да, возможно. Но я не люблю. Я люблю наоборот пользоваться автозагаром всю зиму. Пользуюсь периодически сейчас. Там раз в неделю я автозагаром для лица и декольте пользуюсь. Я люблю, когда вот личико, оно с загаром сразу цвет ровнее, сразу свежее. А вот это выбеливание не люблю. Но вот оно сохранилось. Оно вот сохранилось, чуть-чуть есть. В целом, в принципе, кожа выглядит неплохо. Но вот этот товарищ вылез, появился жирный блеск. Сейчас буду все смывать, будем тестировать ночной крем. Умылась очень. Основательно объясню, почему сначала мицеллярка, потом пенка, потом скраб. Потому что это СПФ. Мы обязаны просто с вами смывать его с лица очень тщательно. СПФ, он забивает поры. Если вы вечером умылись плохо, то все. И кожа будет быстрее стареть, и будут всякие высыпания. Поэтому СПФ мы всегда очень тщательно с своего лица убираем. Он требует дополнительного ухода. Некоторые даже пишут, что гидрофильное масло обижательный этап. Но я не очень люблю, в принципе, гидрофильное масло. Поэтому я лучше в три этапа мицеллярка, пенка или гель, и потом скрабик какой-нибудь. Вот прям до красноты себя все очистила до скрипа. Как следует. Так, я не хочу сейчас наносить никакие сыворотки и крема для глаз. Я хочу чисто ночной крем протестировать в артикул 1372. Объясню почему. Потому что, ну, может быть, кто-то и захочет купить всю серию, захочет взять дневной и ночной крем. Или крем для глаз и ночной крем. И именно его действие проверить, да, без сыворотки, без всего. Мне самое интересное, в общем, для чистоты эксперимента. Также он тяжело достаточно выдавливается вот такой вот тонкой стройкой. Побольше сейчас у меня кожа много крема съест, потому что я ее хорошо очистила. Так, давайте смотреть. Тут у нас девочка на картинке спит. Ну, приятно все-таки одушку в серии. Ой, крем уже такой плотный, он питательный. Он прям питательный. Очень хорошо питательный. Девочки, даже жирную комбинированную кожу надо питать. Она тоже стареет и тоже требует питания. Прям приятно. Прям такой кайф, потому что я прям кожу доской почистила. Была стянутость, а сейчас прям вот кайф. Прям здорово, хорошо. Очень питательный. Сначала, видите, есть даже такой плеск. Но как бы на ночь это все дело не страшно. Мы это все дело с вами с утра с моим. А на протяжении ночи пусть кайф с таким богатым составом поработает. Прям напитанная, прям напитанная, гладкая кожа классная. Вот для возрастной, для сухой кожи подойдет. Вот прям для нормальной кожи подойдет. Для любой кожи подойдет. Потому что в любом случае, я говорю, если вот этот этап хорошего очищения происходит и на жирной, и на комбинированной коже, потом просто необходимо питание. Питание и хорошее увлажнение. Ну, классный, вот классный. Хорошо увлажнение. Липкости от этих средств никакой нету. Хорошо увлажнение. Прям такой мягенький. Личко. Здорово. Отличненько, хорошо Мне кажется, мне ночной крем Даже больше чем дневной понравится Но хотя днем он может тоже Тяжеловат быть, что-то полегче уже надо выбирать У нас теплое с вами время года Будем стараться дорасходовать серию Активно ею пользоваться Так, по итогу Сыворотки понравились и для глаз И для лица, очень понравились Ночной понравился Дневной нормальный крем Просто мы с вами нанесли еще сверху SPF, блер Вот блер, если бы я знала, что он такой Я бы не взяла, честно, но нам же надо С вами протестировать и посмотреть Я бы не взяла, все взяла бы Кроме блер-крема И получится хороший, качественный Уход, хочется еще какую-нибудь Очищалку, как следует Камажек или скрабик в этой серии И вообще будет шикарно Полноценная такая будет уходовая серия Антивозрастная, вполне себе К какому возрасту ее можно отнести Мне кажется 25+, но опять же все зависит От состояния кожи Поэтому пока вот нравится Практически он впитался, но еще нет Я его немножко ощущаю на коже Есть такое небольшое присутствие, блеск Но в целом кожа хорошо выглядит Тон выровнен, как бы все отлично Все замечательно, все увлажнено Вот так, мои хорошие Кто уже попробовал, то уже отпишите Я обязательно свой отзыв в обзоре Каталога дополню То есть на ежедневной основе пользуюсь И в обзоре, ну не на ежедневной У нас с вами две серии уходовых Которые мы будем тестировать Поэтому несколько дней Постоянно буду этой серией пользоваться Завтра попробую нанести крем Блюр без крема Невного Посмотрим, как он себя на коже поведет По-разному, по-всякому Попробую И в обзоре каталога Все отзывы обязательно дополню А пока вот так, мои хорошие Ссылка на регистрацию в фабрале Как всегда под видео Проходите, регистрируйтесь Буду вам помогать Надеюсь, обзор был вам полезен Всех люблю, целую Всем пока-пока